Итак, здравствуйте, я хочу показать вам сейчас один из своих повторов воздушного боя на спидфайере. Как видите, сейчас я вот атаковал одного мессера, пытался атаковать, но он почему-то сам разбился. Не знаю, может он был уже поврежден, может он меня так испугался, поврезался. Ну, не в этом суть. Сейчас я постараюсь показать вам и прокомментировать сам отрывок виражного боя, ради которого я это видео и записываю, который сейчас как-то начнется у меня. Стараюсь и камеры покажут, и прокомментируйте временно. Вот, как вы видите, как видите, сейчас на меня выходят три цели, два мессера и флока. Естественно, я беру самого ближнего под обстрел и уклоняюсь от второго, приближающегося. Прохожу между них бочкой. Флока тут маленько отвлеклась. В данный момент я вижу, что один мессер тянется наверх, поэтому он для меня не опасен, пока он будет перевариваться. И я берусь за второго сразу. Так, вот, второй мессер проскочил вниз, и, видимо, пошел на еще один круг с набором высоты. Пока он делает этот круг, возможно, они работают даже в паре. Вот один бомб зумит, а один виражит. Пока напарник куда-то там исчез, со своим набором высоты, с какими-то виражами, я принес за второго. Тут второй меня, конечно, стал сподвесен, но я за ним не потянулся и немного бросил высоту вниз, чтобы набрать скорость. Здесь второго мессера я, к сожалению, пока не наблюдаю, но, в общем, я продолжил иражиться за этим и сбиваю его. Как раз в этот момент я наблюдаю, что где-то в первой, кажется, моей камере было видно. А, вот он. Он проскочил со стороны аэродрома и, видимо, опять бум-зумил. Только мы отклонились от этого курса, поэтому он опять с этим на меня не попал. Здесь он опять подвешивает, опять, считай, на байкер пошел. Но я вижу, конечно, прибежать столько, поэтому, опять же, он для меня не опасен, и я размениваюсь в паре, чего едет, с фокером. А после этого уже, когда он начал опять спускать свою высоту, то я уже на закрылочках до него и довернулся. Хорошо, ребята, работали в паре, в кавычках говоря. Ну, а тут уже у меня были повреждения, вытекала масло и вода, все было красно. И, конечно, на индикаторах этого не видно в повторе. Но остался я один скриптованный, токер-фокер, и токер был очень далеко, мне ничего не мог помочь. Поэтому, ути мне фока тоже не дала, и я просто уходил под нее и тратил остатки патронов, пока я еще был способен летать. Как видите, я не делаю там по две-три, там, рассматриваю по бочке, не пытаюсь уворачиваться таким образом. Я просто переворачиваю с кабиной вниз, делаю одно движение, вниз-то под противника. Вот здесь еще несколько атак было, у меня же заставайся к одни пулемет, поэтому истинно повредить фокер я и не мог. Ну, вот здесь просто будет последний его заход, у меня уже патронов не осталось, и двигатель уже захлебывал все. Поэтому я не стал уклоняться, просто зажал гашетку и на последок выставил все остатки своих пулеметов. Ну, что, естественно, за счет большего количества вооружения меня срезал. Ну, вот, надеюсь, для тех, кто будет смотреть это видео, тех, кто обучает вас мартилотирование по видео или просто кому будет это интересно посмотреть, может что-то для себя кто-то и подчеркнет. В целом, спасибо за просмотр. Думаю, кому-то это все-таки может чем-то помочь.